В северодонецком доме престарелых нет отопления и света. На днях в результате обстрела в здании вылетели стекла. В холодном помещении живут 18 человек, 16 из которых лежачие. После инсультов, сосудистой деменции, болезнью Алицгеймера. Эвакуировать их некуда и некому. Присматривает за пожилыми семья Ольги Деденевой. Они ухаживают за дедушками и бабушками, готовят еду и занимаются административными вопросами. Когда это все случилось, я начала обзванивать родственникам, чтобы приезжали бабушек, дедушек забирали. Кто смог, тот приезжал. Но еще можно было терпимо, обещали перевезти на медсанчасть. То бензина нет, то транспорта нет. Ну и в одном из волонтерском номер, который мне давали, скидывают родственники, мне сказали, какие дедушки, какие бабушки, собирайтесь и текайте оттуда. Вот так вот. После этого я так поняла, что никому старики не нужны. Сейчас уже на втором этаже выбиты стекла. В здании гуляет ветер. Без отопления по утрам тут 6 градусов тепла. Перед обстрелом жителей дома престарелых спустили на первый этаж, поэтому никто не пострадал. Вот куда попала бомба, снаряд, что там, я не знаю. Видите, то есть у нас соседи вот бедненькие, живы они там, не живы. В комнате рассчитано на 4 человека, теперь по 6. Одеял и подгузников не хватает. 6 градусов. Мы вот топим печкой. Спасибо соседям дали плиту, мы это самое. Мы без отопления, свет перебитый. У нас генератор работает только, вот этот генератор. Котел работает только от электричества, у нас его нет. Вот они, все лежачие, под двумя, под тремя одеялами. Топ как. Смотрите, двумя-тремя одеялами укрытые. Одеял не хватает. Ольга Ивановна ходит сама, поэтому она живет в подвале. В доме престарелых таких всего двое. Выходим наверх, подышать немножко и возвращаемся. Потому что страшно, когда стреляют. Морковка режется, дырочка просверливается и марля через масло. Маслом написанное марля и сжигают светилю. Уехать женщине некуда, а забрать ее некому, потому что родные тоже пытаются спастись от войны. Стараемся, чтобы не замерзнуть, одеваемся, чай пьем горячий постоянно. Что-то надо делать, конечно, с оставшимися людьми. Куда-то их вывезти. Потому что тут невозможно находиться. Стреляют сильно. Дом подпрыгивает даже. Сложно в доме престарелых и с продуктами. Выходить на рынок или в магазин под обстрелами никто не рискует. Помощь привозят волонтеры, но еды хватает всего на несколько дней. Вот это вот на 18 человек. Это хватит где-то... Так, ну это спагетти, это... Мяса на много хватит. Это даже и не обсуждается. Ну вот этого хватит где-то... Где-то, как вам сказать... Ну, на один раз две пачки идёт. Две. Ну, скрипя где-то дней на 5-6. Поэтому будем растягивать. Будем растягивать. Где-то что-то как-то на чём-то экономить. Дальше и водички ставим. Ой, мука замечательная. Сейчас оробка. Котлеты сделаем бабушкам, дедушкам. Ах, это праздник большой, большой. Со многими родственниками нет связи, поэтому забрать живущих в доме престарелых некому. Сейчас их пугает не только холод, но и звуки войны. А вы знаете, как они на них действуют? Ну, я боюсь. Я боюсь. И каждый тебя цепляет. Я боюсь. Я тоже боюсь. Ну, давай, говорю, будем вместе сидеть, бояться. Надо, говорю, двигаться. Мы, говорю, сейчас позамерзаем. Давайте, говорю, двигаться. А что двигаться? И вот они по кроватям, я им показываю. Туда-сюда.